Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на Радио Болтком. После 9 утра. Личное утро. И еще раз всем доброе утро. Это Радио Болтком. Евгения Шафранок, Олег Пеков в студии. Нам помогает Евгений Копеин, звукорежиссер. И всегда в программу личное утро к нам приходят интересные люди, живущие в Латвии. И сегодня в нашем эфире, в нашей студии латвийский историк, тележурналист, режиссер и публицист, и даже издатель Игорь Николаевич Гусев. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Я знаю, что вы часто выступаете с лекциями, у вас выходят книги. Вот когда вас очаровала история? То есть, что случилось, что человек выбирает путь по жизни именно с такими интересами? Вы знаете, Олег, я отношусь к редкой категории невероятно счастливых людей. Абсолютно большинство, оно, как правило, живет долгую жизнь. И как я могу определиться по этой жизни? Туда ли он идет? Так ли он идет? Как он идет? Мне повезло, потому что я со своим жизненным путем определился еще в раннем детстве. Когда мне было года четыре, я гулял вот как раз в этом замечательном парке Кронвалда. Он тогда назывался Стрелковый сад в народе чаще. И случайно нашел книгу, валялся учебник истории пятого класса. Прямо валялся? Просто валялся. Тут горочка такая была раньше на месте Дома Конгрессов. Мы с нее катались там на санках. Я катался тоже. Вот мы все катались, там карусельки. Вот там на этой горочке как раз я эту книжку-то и нашел. Учебник истории пятого класса. Это древняя Греция, Рим. Все вот эти замечательные темы, которые нормального человека не могут не оставить равнодушным. Вот и меня это не оставило. Тем более мне подфартило, что я гулял с папой. Понимаете, папы-то они все разгильдяи. Мама бы сказала мне, брось эту гадость немедленно, грязь там и прочее. А папа на это дело смотрел снисходительно. Эту книжку уволок домой, в норку себе, спрятал под диван. Ну и потом явочным порядком мама эту книжку уже признала моей. И вот, считайте, с четырех, с пяти лет я с утра до вечера листал эту книжку, рассматривал этих греков, римлян и прочих месопотамцев. И, собственно говоря, заболел темой. Потом я научился читать довольно рано. Я ее прочитал чуть ли не наизусть. А потом стал читать другие учебники по истории. Потом стал доставать другие книги разные, всякие там, и художественные, такие популярные. Ну и, собственно говоря, уже к первому классу я знал, что я буду историком. Причем я даже четко знал, что я хочу быть археологом. И вот к этому делу я стремился. Ну а жизнь так сложилась. Археологом я не стал, но зато стал, так сказать, писателем, издателем и популяризатором, прежде всего. Я вижу себя, прежде всего, популяризатором исторических знаний. Если вы увлекались историей столь раннего возраста, не было ли вам скучно в школе? Вы наверняка опережали своих одноклассников в знаниях, в опыте. Ни в коем мере не было мне скучно. Наоборот, я очень любил делиться своими знаниями. Еще в детском саду ко мне вечно приставали мои товарищи. Ну, расскажи что-нибудь интересненькое. Ну, я что-нибудь интересненькое рассказывал. Ну, там чего только не рассказывал. И там про греков, и про первобытное общество, и про экспедицию этого нашего замечательного Беринга. И, господи, этих тем миллион был, да. Причем я старался рассказывать не только занимательно, но и, скажем так, достоверно. То есть, я не привирал по возможности, да. То есть, специально я не придумывал лишнего. Я именно честно старался излагать так, как я считал, было правдой. Откуда? Откуда вот эти были знания? У вас дома была библиотека, историческая литература? У меня мама была учителем. Она преподавала математику. И коллеги давали для меня всякую методическую литературу. Ну, и плюс ко всему, я был домашний ребенок. Я смотрел телевизор, и тогда показывали нередко всякие популярные передачи на советском телевизоре. Сегодня она была серьезная, познавательная. Ну, и самое главное, у меня был великолепный учитель истории, незабвенная Валентина Ананевна Данилова. Она вообще был корифей, и все, кто у нее учился, вспоминают о ней самыми лучшими вещами. Я помню свой первый урок истории. Я его так ждал, так ждал, четвертый класс, а Валентина Ананевна заболела. И я помню свое ощущение. Все радуются, дети веселятся. Такое счастье, учитель заболел, да? Это же прекрасно, да? Главное, праздник дня. Да, праздник дня. А я стою в уголке возле окна и плачу. Вот у меня слезы на щеках, потому что я так ждал, вот как первое свидание, так сказать, этот предмет, учитель, история. А урок отменили. И я помню вот это ощущение детского мучительного страдания, что не пришел учитель, урок не состоялся. Лишь через неделю состоялось мое знакомство с музыкой Лио. Валентина Ананина была прекрасный педагог, прекрасный человек, вообще один из величайших учителей моей жизни. И, собственно говоря, мне повезло, что с первого же урока она мой интерес не только не потушила, не затоптала, а наоборот, она его развила, раздула этот огонечек, и он сейчас горит. А у вас вот были с ней какие-то особенные отношения? То есть всегда, когда ученик интересуется предметом, да, то это какие-то другие задания, может быть, какие-то учебники она вам, или книги какие-то, которые она вам давала. Или вы шли по программе и так особо ничего, и не выделялись, скажем так. Нет, 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 ну, естественно, что она, конечно, ко мне относилась достаточно тепло. Это, знаете, говорят, есть, у настоящего педагога любимчиков не бывает, ему одинаково противны все дети, да. Валентина Ананина была нетипичный педагог, ей дети были очень симпатичны, милы и любимы ею, поэтому она всех любила, и все любили ее, вот, у нее даже прозвища не было никакого противного. Вот, но она, конечно же, ко мне относилась с теплотой, потому что я видела во мне этот живой интерес, и книги мне дополнительные давала, и знала, что на меня, как на ученика, можно положиться и, так сказать, она всегда ко мне относилась с теплотой, безусловно. Слушатели спрашивают, какие вот сегодняшним детям документальные фильмы, или, может быть, циклы программы, вы посоветуете, если мы говорим о раннем школьном возрасте, то есть, скажем, там, 7-10 лет? О, это прекрасный вопрос, я всем советую, я уже сейчас, как сам, так сказать, папаша, да, и мне, так сказать, дочка-то уже 15, но, в принципе, она росла и воспитывалась, и, собственно говоря, я всем рекомендую в обязательном порядке аудиокниги, да, потому что, когда ребенок смотрит что-то, у него все-таки устают глазки. Вот у меня случилось с ребенком, в детстве он очень много смотрел, у него начало портиться зрение, поэтому пришлось это дело пресечь. А вот слушать ребеночек может сколько угодно. Есть прекрасная аудиоэнциклопедия Чивостика, вот всем рекомендую, это вот у нас ребенок на этом деле рос. Вот, и что такое Чивостик? Это такой зверечек, такой смешной, с дядей Кузей, они обсуждают разные проблемы. Существует где-то более 20 этих аудиоэнциклопедий по разным сторонам и по истории, и по географии, и по физике, и по химии, по динозаврам, там кого только нет. Это российская программа, можно скачать в интернете. Я помню, как я наслаждался, я упивался своей, так сказать, родительской самооценкой, потому что мы едем в троллейбусе, а у меня ребенок, ей было лет 5, и она увлеченно рассказывает что-то про динозавров. Вы меня придушите, я не могу этого повторить, у меня просто язык сломается, всех тех тритерацопсов там и прочих, а она это наизусть, захлеб, и я понимаю, троллейбус замер, тишина. Все слушают. Все слушают. Рядом кому-то звонит телефон, парень снимает трубку, подожди, я перезвоню, у нас тут дискавери. А мелкая рассказывает, рассказывает, и я вот прямо мысленно наслаждаюсь овациями, потому что, конечно, все слушают, ах, какой замечательный ребенок, и я, конечно, горжусь, но это не моя заслуга, потому что она играла, она лепила, и при этом слушала этого Чивостика, слушала эту аудиоэнциклопедию Чивостика, а Чивостик он говорит, чего, а чего там, а чего? Звучит неграмотно, но очень запоминается. Поэтому всем, господа слушатели, рекомендую в обязательном порядке найдите в интернете Чивостика аудиоэнциклопедию, и дети ваши получат фантастическую возможность не только чему-то научиться познать, но, кстати, выработать грамотную русскую речь. То есть там нет никакого сленга, никаких, так сказать, идиотских слов-паразитов, там именно хорошая, грамотная постановка речи, и дети у вас будут и говорить, и умненькие, и благоразумненькие. Ну просто вот считайте бесплатная реклама, так сказать, российскому этому проекту аудиоэнциклопедию. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, если хотите задать вопрос Игорю Гусеву, сегодня у нас в гостях вот историк, и, кстати, и преподаватель, вы же преподавали в своей родной школе номер 17. Да, я целых 8 лет преподавал в школе, заработал гадкую привычку задавать много вопросов, вот, ну я, кстати, ушел из школы, я там чувствовал себя, как рыба в воде, да, то есть мне очень нравилось работать учителем, но я довел своих деток до 12 класса. Я думала, до истерики. Нет, нет, до истерики. У вас кличка была какая-нибудь? Не, ну, наверное, гусем называли, такая, ну, в принципе, у меня с детьми хорошие были отношения, грех жаловаться, вот, до сих пор даже мои бывшие ученики, там уже собственные дядечки и тетечки, там, им уже, так сказать, за 40 лет моим ученичкам-то приходят такие, вот, и я смотрю на них, думаю, боже, дети мои, какой я старый, да, вот, нет, прекрасная, моя работа в школе – это лучшие годы в моей жизни, и, конечно, я вспоминаю они с большой теплотой, безусловно. Но, между тем, вы поступили на вечернее отделение Латвийского университета, и что, почему не хватило баллов? Нет, дело в том, что в страшные годы русской оккупации здесь было такое разделение, так сказать, обучение на дневном проводилось только на латышском языке, вот, на русском языке можно было обучаться только вечером или заочно, А поскольку я все-таки хотел учиться на родном языке, ну, есть у меня такой, так сказать, каприз, да, вот, я, так сказать, учился вечером не потому, что уж так хотелось мне, да, а просто потому, что меня поставили перед выбором – либо учиться на родном, либо на родном. Я выбрал родной. Собственно говоря, я потом даже не жалею об этом, потому что я все-таки работал в школе, я получил богатейший опыт общения с людьми, вот, хотя, с другой стороны, вечернее обучение, оно не дает тех возможностей, которые дается людям дневного обучения, То есть, это студенческая жизнь со всеми ее радостями, прелестями и прочими. Ну, жизнь сложилась, так сложилась, вот, собственно говоря, я ни о чем не жалею, но, может быть, немножко в чем-то сокрушаюсь. Но вы учились, когда это были еще годы Советского Союза. Я учился, Олег, прекрасное время, прошу прощения, перебил, потому что это как раз была перестройка, вот, я закончил университет в 90-м году, и вот у нас тогда он находился в центре, наш факультет, это потом его стали гонять, так сказать, как шавку по разным помещениям, А тогда мы солидно в центре находились, исторический факультет, это там, где Сакта, там сейчас музей истории Латвии. И вот там вечно кипели всякие страсти возле памятника свободы, помните, пикеты, собрания, а мы, так сказать, вечером сидим у себя в университете, головку высуну, ой, опять собрались, ой, опять собрались, ой, опять... И там приходили преподаватели, тут же, можно сказать, на наших глазах творилась история. И в этой ситуации, конечно, было очень и полезно, и поучительно, что, находясь в таком удобном месте, мы одновременно наблюдали за развитием исторических событий, вот, можно сказать, в режиме онлайн. Как легко можно отличить факты от вымысла, потому что история наполнена и фактами, и вымыслами. Вы читали и художественную литературу, и историческую документальную. Вот в какой момент приходит всё-таки понимание, а вот это я перепроверю. О, вы знаете, вот вы такие вопросы задаёте замечательные, просто вот мне бы с вами работать одно удовольствие. Дело в том, что я не устаю повторять, в чём отличается историк профессиональный от дилетанта, человека, который начитался. История, она ведь очень иронимая наука, сейчас история занимается и жук, и жаба. Любое убожество на читавшиеся книг начинает вещать историю, так сказать, и быть экспертом. Так вот, меня в университете учили ни фактом, ни событием, меня учили критическому анализу источников. Вот это самое главное, профессиональный хороший историк, это прежде всего человек, который умеет критически оценивать источник. Вот, например, я сейчас прочитаю нечто. О, интересный факт. Стоп. А что на эту тему написал тот и тот? А что на эту тему написал? Вообще могло ли это быть? А соответствует ли это исторической ситуации, соответствует ли это обстановке, соответствует ли это духу времени, может ли так быть в соответствии с каким-то ещё? Вот это и есть анализ. И когда я проверяю эти все вещи на вкус, на цвет, у меня уже как у левши Лесковского, глаз пристрелямши. У меня мелкоскопа-то нет, а глаз-то у нас пристрелямши. И я эти вещи сразу вижу. И мне смешно, когда особенно сейчас молодые у нас люди часто что-то печатают, пишут, вещают. Думаю, господи, родной, ну это же очевидный бред. Ну, маленький пример. Например, буквально пару лет назад я полистал книжку на лотке. Там, как же он, кровавые сугробы под Сталинградом. Какой-то там немецкий, так сказать, бывший ветеран описывает события в Сталинграде, как там всё это было. Книга интересная такая, занимательная. Написана почему-то на английском языке, перевод с английского языка. Ну, ветеран немецкий, очевидно, писал на английском языке. Я открываю эту страницу, что я вижу. И вот эти монголоподобные варвары, так сказать, сжимая в своих лапах свои Калашниковы, лезут на наши позиции. А мы стреляем, стреляем, стреляем. А они всё лезут, лезут, лезут. Ух, как интересно. Родной, а ты знаешь, что автомат Калашникова появился вообще-то после 47-го года. То есть, никак не могли русские варвары на бедных немецких пулемётчиков лезть в 42-м, сжимая в лапах Калашникова. Вы понимаете? То есть, очевидный фейк, очевидная подделка, очевидный бред. Но это напечатано. И кто-то наверняка прочитает и скажет, ух ты, понимаете? То есть, меня можно обмануть. То есть, я могу, допустим, быть доверчив и поверить какому-то авторитету. Я же ещё несколько лет назад был доверчив, как гимназистка. То есть, если бы я был женщиной, наверное, я был бы, наверное, пять раз матерью-одиночкой. Потому что очень часто читаешь какой-то текст, думаешь, ну человек же, наверное, знает. Он же, видите, какие у него рыгалии, какие вот у него, так сказать, научные звания. Начинаешь смотреть, о-о-о, родной, о-о-о. Академия какая-нибудь. Да, да, да. Там такой был доктор исторических наук, профессор Лавров. Институт Российской Академии Наук. Там пишет статью про, так сказать, расстрел родственников государя-императора. 2018 год. Страшная тема. Журнал «Огонёк». Я читаю, думаю, боже ж ты мой, какие ужасы. И вот брошенные в 50-метровую шахту несчастные люди живьём. Несколько дней на дне шахты, изломанной, израненной, пели херувимскую песнь. Так стоп. Какую шахту? 50-метровую? Это 20-этажный дом? Вообще вы верите себе, что человек, сброшенный с высоты, ну даже 15-го этажа, несколько дней поёт херувимскую песню? Нормально, да? Это пишет профессор, доктор исторических наук, ведущий специалист Академии Наук Российской. Потом это всё печатается в журнале «Огонёк». Очевидный бред. Но этот профессор, уважаемый, он даже об этом не задумывается, что он написал туфту, понимаете? Которая потом тысячным тиражом распространяется. Кстати, а туфте, вот современные учебники истории? Да. Нам нужно сделать небольшой перерыв. Мы вернёмся после небольшой паузы и продолжим наше общение. Пожалуйста. Продолжается личное утро. Игорь Гусев сегодня у нас в гостях латвийский историк, продюсер, режиссёр. Телефоны F67212-939, F67213-939. Здесь вопрос пришёл по WhatsApp, что господин Гусев думает о передаче «Дилетант» на RTVI. Дело в том, что слово «Дилетант» означает «профан», «неуч», «бездарь» и прочее. То есть, когда передача называется «Дилетант», это настолько звучит самокритично, настолько это звучит, скажем так, саморазоблачающе, что уже можно даже и не продолжать его, понимаете? Дилетант, он и в Африке дилетант. Особенно, когда человек сам о себе так заявляет. Мы, кстати, в первый час посвятили критике учебников, которые были посвящены латвийской литературе. То, что очень много вопросов. Что касается истории. Вот я, например, когда читал, ну вот у меня сын учился в школе, я помню, что открываю учебник по истории. Петру Первому там посвящено, по-моему, три абзаца, один из которых при нём была начата, значит, там, оккупация Латвии, в общем, Российской империи. Ну, то есть, смысл был такой. Вот. Что вы думаете о современных учебниках истории? Чему они учат? Ну, начнём с того, что всякий учебник в любой стране, в любом обществе, в любое время – это, конечно, политический заказ. Исполнение определённого политического заказа существующей правящей элиты. И понятное дело, что современные учебники истории Латвии, они невероятно предвзяты. Причём, если сравнивать с советскими учебниками истории, я скажу, они, скажем так, предвзяты в очень нехорошую сторону. Советские учебники, они популяризировали, прежде всего, дружбу народов. Они всячески, так сказать, раскланивались перед нацменьшинствами. Пытались говорить о дружбе между латышами и русскими, о тех позитивных странах, которые были между Латвией и Россией. Я считаю, это прекрасно, потому что на позитиве можно строить отношения, настоящее и будущее. Современные учебники Латвии, истории, они пестуют негатив. Они, прежде всего, говорят о том плохом, что было. И даже если этого плохого не было, то его стараются как-то притянуть за уши. Ну, я помню, вот история России, да, очень фактически не упоминается о Куликовской битве, не упоминается о, скажем так, искусстве средневековой Руси. Зато очень много говорится о зверствах князей друг другу, о междоусобицах, о том, как князю Васильку выкололи глаза, понимаете, вот, о том, как Иван Грозный рубил головы. То есть, вот эти вещи вы бы лучше про Рублёва-то побольше рассказали, да, вы бы рассказали о средневековом искусстве больше, о летописях, о хрониках. Нет, выколотые глаза – это, конечно, то есть, даётся сразу образ дикой, варварской России, которая, так сказать, во все времена была такая-сякая, мазаная, перемазанная и прочее. То есть, тот же самый Пётр – это фигура совершенно неоднозначная, это фигура совершенно непростая. Но вот опять вытягивают самый негатив оккупации в Латвии и прочее. Но вы понимаете, на эту тему смешно сказать. Вот мой учитель Борис Фёдорович Инфанти, филолог, собрал сотни народных преданий о Пётре времён ещё Северной войны, латышских народных предавин. Так он смеялся, говорит, нет ни одной народной побасенки, в которой бы Пётр был негативной фигурой. В народном сознании латышского народа Пётр был позитивный герой, несмотря на все свои недостатки. Вот. Тем не менее, сегодня в историографии Пётр – это исключительно враг латышей. Вот понимаете, вот очевидцы и современники той поры относились к нему тепло. А вот современные, так сказать, наши специалисты оценивают его крайне негативно и демонизируют эту фигуру. Но я считаю, что это просто, во-первых, не от большого ума, а во-вторых, это просто какое-то одержание. Нельзя строить на негативе, нельзя строить на ненависти будущее страны. И когда вот эта ненависть и негатив пестуется, искусственно развивается, это очень опасно. И это очень рано или поздно может выстрелить не в ту сторону. Легко ли историку быть объективным? Мы как раз с вами за эфиром говорили, например, о истории, когда появляются свои дети, уже по-другому оцениваешь события, например, там, Салваспилского концлагеря или царской семьи и так далее. Насколько историку легко сохранить эту объективность, не уходя в эмоциональную часть? Или он должен быть эмоциональным? Очень сложный вопрос. Во-первых, я убежден, что историк, он обязан просто иметь свое личное мнение. Это, может быть, оно кому-то не нравится, оно не согласуется с официальной линией партии, как раньше говорили. У нас тоже есть своя линия партии нынешняя. Да, партий много, но линия-то одна. Я хочу сказать, мне очень не нравится, когда в некоторых книжках какой-нибудь наш автор пишет, а вот есть такая версия, вот есть такая версия, вот есть такая версия. Но возьми ты на себя ответственность и скажи, что вот эту версию я считаю правильной. Ну, не дело давать на выбор слушателям или читателям, выберите-ка вы, что вам больше нравится. Вот это и отличает профессионала. Он должен обладать определенной смелостью и нравственной силой, чтобы взять на себя ответственность, заявить. Вот это единственная правда из того, что вы мне сейчас выложили. Я как специалист считаю, что именно это и есть правда. Конечно, какой-то элемент субъективности, безусловно, присутствует, безусловно, но опять же, я стараюсь в своей работе исходить прежде всего, вот опять же, история Латвии, России, из позитивных сторон. О негативе есть кому-то рассказывать. О негативных сторонах у нас говорят очень многое. А вот я буду говорить о том, что хорошо, о том, что позитивно. Я не считаю, что это идеализация, но я считаю, это попытка перетянуть хоть немножко крен на другую сторону, чтобы лодка наша не перевернулась. У нас звонок, попросим гостя надеть наушники, будет слышно звонящего в наушниках. Здравствуйте, доброе утро. Как вас зовут? Ваш вопрос к господину Гусеву. Да, доброе утро. Меня зовут Арманд. Я хотел просто сказать, что в советское время историю, я тоже учил историю, она была достаточно идеализирована, но тоже селективна. Но вопрос у меня по отношению к истории России, написанной Борисом Акуниным. Как он оценивает работу Бориса Акунина? Спасибо. Ну, начнем с того, что Борис Акунин – это просто, скажем так, прежде всего писатель. Да, он имеет историческое образование и сведущий человек, но это писатель, и я считаю, писатель либеральных взглядов. В его книгах достаточно много интересного. В то же время есть некоторые спорные вопросы, но, повторяю, это долгий анализ. Но он же как раз вот и, по вашим словам-то, он и говорит, что вот я считаю, что это точка зрения, правильно? То есть, он высказывает. Ну, это его право, правильно, безусловно, безусловно. Вот я, кстати, вот чем Россия-то в этом плане, она более, может быть, интересна, то, что латышские историки, они, как правило, очень сплочены. Вот их мнение, оно, ну, достаточно едино, да. Вот в России, начинаешь говорить с историками, там каждый тварь по паре. То есть, там есть люди и, так сказать, патриотического взгляда, и либерального взгляда, и те, кто любит все развенчиво, те, кто идеализирует советское время, те, кто его поливает помоями. Там выбор богатый. Вот вы зайдете, скажем так, в любой книжный магазин, вот прямо вот так вот положишь, вот говорю, да, вот эту бы книги я просто с огнемета бы смел, а вот эту я бы оставил. Продавщица смеется, вы знаете, а вот приходят люди, говорят, они наоборот, они как раз бы это оставили, а то бы сожгли. Ну, это шутки, конечно, я не собираюсь уничтожать книги на кострах, и, в конце концов, как нацистская Германия проводила, упаси бог. Но, естественно, есть стороны позитивные, есть отрицательные. Другой вопрос, когда человека заносит откровенно, и когда откровенно он несет пургу, я до недавних пор с огромным уважением относился к Леониду Юзефовичу, да, есть такой российский автор, да. Я говорю, о, как интересно, про Барона Лунгерна, такая книга, так все, там, про Попеляева. А потом я читаю его, так сказать, текст в одной, ай, боже, какой он несет чушь собачью. Я уж не выдержал на Фейсбуке, я ему написал. Думаю, ты что? А в какой книге, в каком месте? Ну, это не в книге, это была статья. Он, типа, он готовит сейчас новый материал, что, дескать, выйдет книга, там, про латышских стрелков, там, как полк Иммонта героически сажался на белой стороне. А потом, как они прошли через пустыню Гоби, вышли в Индию, так сказать, и там на английских пароходах. Я говорю, Леонид, не воевал полк Иммонта, так сказать, героически. Они просто, как говорится, состоялись, но в боевых действиях не участвовали. Не пробивались они через пустыню Гоби, ни в какую Индию они не выходили. Я просто был потрясен. Он говорит, да, вы понимаете, он мне написал. Нет, он извинился, он сказал, да, да, вы правы, Игорь. Ну, я, так сказать, человек увлекающийся, я как истинный автор, я вот это. И мне все стало ясно. То есть, он, человек тоже сведущий в истории, но он увлекается. Нет, но он писатель. Он писатель. Он писатель. И вот это вот начинается. Вот, знаешь, человек написал роман, говорит, ребята, вот я историк. Это на основе, конечно, любимая фраза, на основе реальных событий. Вот прямо вот все на основе реальных. Начинает человека ловить. Он сказал, а я писатель, а я литератор, а я вот это. Так ты определись-то, родной, ты писатель или ты историк. Ну, нельзя, так сказать, быть чуточку беременным. То есть, либо ты писатель, либо ты историк. Я повторяю еще раз, я могу заблуждаться искренне. То есть, меня можно обмануть. Я ни в одной своей книге не лгу намеренно. Я могу ошибиться, могу описаться, в конце концов, поверить какому-то источнику, а потом перепроверив, выяснить, что это оказывается полная ерунда. Но я никогда не пытаюсь домысливать и фантазировать. Юзифович в этом плане для меня погиб, потому что я понял, что в своих книгах он позволяет себе не просто фантазии, а безумные фантазии, как с этим полком Иммонта. Но он извинился передо мной, он мне потом написал, он снял этот текст из своего фейсбука. Ну, осадочка-то остался, знаете. У нас еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. А как вы объясняете помянутую вами монолитную позицию латышских историков? То есть, там же бесполезно дискутировать, приводить аргументацию, какие-то факты. Отличный вопрос, да. Нет, вы знаете, я помню, как сказать, беседовал на круглом столе с одними российскими историками. Такие седые головы, наивные глазки. Ну, как нам донести нашу позицию до латышских историков? Я говорю, родные, вы уверены, что они хотят вашу позицию, так сказать, слушать, да? У них есть своя позиция. Как вам объяснить? Позиция очень простая. Во-первых, Латвия страна маленькая, историков профессиональных мало. Значит, все хотят, все друг друга знают, все хотят кушать. Да, естественно, что все боятся обвинений, так сказать, в пророссийских позициях. Ты что, не лоялен к нашей стране? Ты не лоялен? Да я лоялен. Я полностью лоялен. То есть, понимаете, шаг влево, шаг вправо. Обвинение в прорусских позициях, обвинение, так сказать, в нелояльности к стране, обвинение в нелояльности. Это сразу может поставить человека вне, ну, что закона, но сделать изгоем. Свои не поймут, свои не примут. Вот это корпоративное чувство солидарности латышских историков, знаете, оно мне симпатично в чем-то. Потому что они очень сплочены в отстаивании своих национальных интересов. Вот то, чего, может быть, не хватает русским. Так сказать, русские, каждый сам за себя. Латышские специалисты, как правило, они поддерживают друг друга и поддерживают, так сказать, генеральную линию партии. То есть, они вот в приватной беседе, ты беседуешь с ним, ну, да, ну, ты знаешь, конечно, вот там. Я беседовал с некоторыми латышскими историками приватно. Они так, ну, да, да, такой-то интересный у тебя подход, да, такой, да, да, вот, как интересно, все. То есть, они готовы со мной согласиться. Но при официальном мнении, да что вы, что вы, как это может быть, это же не может быть, это не научный подход. То есть, понимаете, люди боятся прослыть нелояльными. Люди боятся оказаться изгоями, люди боятся поддержать мнение отличное от официального. То есть, они очень консервативны. Вот у меня был совершенно прелестный момент. Это спор по поводу, значит, статуи, которая стояла когда-то перед входом в церковь Петра. Знаете, там посередине, центральный портал, там отсутствует статуя. До недавних пор там стояла статуя без головы. Я провел, так сказать, определенные исследования, нашел старинные фотографии. Ну, это святой Петр был. Это святой Петр. Читает одна, так сказать, коллега латышская. Вот мы провели серьезные исследования, мне пришлось совершить ряд поездок за рубеж, заграничная командировка. Думаю, о, как интересно. Чтобы выяснить, это фигура Иисуса. Я говорю, ну, не мог быть это Иисус. Иисус стоит с правой стороны, потому что, вот у меня фотография довоенная, да, там видно, что у статуи стояла пальмовая ветвь, а у той, которой мы спорим, ключи были в руке. Ну, Петр святой с ключом, это очевидно, атрибуция по предметам. Нет, вот читайте современные исследования наших специалистов. Я говорю, ёлы-палы, ну, вот атрибуция по предмету, но не изображали Иисуса с ключом в руках. Нет, читайте исследования наших специалистов. Мы ездили в зарубежные командировки. То есть, непонятно, что ключевая фраза, командировки ездили. Я понимаю, зарубежные командировки. Я понимаю, зарубежные, да. Не умаляйте, да, свойства. Да, да, то есть, это какая-то упертость, какая-то, не знаю, консерватизм, корпоративная солидарность. Солидарность. Почему вот археология, которой вы увлекались, так у нас как-то находится на каком-то таком очень странном состоянии? Почему вот боятся копать в Латвии? Ну, не только в Латвии боятся копать, во многих местах боятся копать. Например, я в Казани читал несколько, пару лет назад был скандал. Начали копать на территории Казани, нашли древние славянские поселения, еще там 7-6 век, да. Тут же раскоп был закрыт, потому что как бы столица суверенного Тутарстана, там татары и прочее. А тут славяне, оказывается, были до татар, да. Как-то совсем не политкорректно, поэтому эту тему тут же, так сказать, прикрыли, да. Славянский след – это вообще очень неприятная вещь, потому что когда в той же Германии при Гитлере там буквально раскопы бульдозерами сносили, потому что наличие славянского мощного следа здесь, оно как бы совершенно некорректно и не считается позитивным. В Латвии, вы понимаете, по-моему, раскопки проводились уже в 1946 году, еще воронки травой не заросли, а уже археологические экспедиции, финансированные советской властью, работали, люди исследовали прошлое своей страны. Сегодня, вот я вижу, много ли раскопок проводится. Вы знаете, как сказать, минимизирован этот процесс. Я так понимаю, финансирование у нас не выделяется на это дело. И потом, история Латвии – это, прежде всего, материальная культура археологическая, это история немецкой культуры, это история русской, шведской. Латышская культура, она, к сожалению, в условиях Средних веков, прежде всего, это крестьянская культура, она материальных достоинств не имела, серьезных, да, то есть это не замки немецкие. Поэтому, к сожалению, есть вещи, которых лучше не копать. Ну, например, как кокносы, да, 97% кокносы при раскопках нашли русской керамики. Это атрибуция, извините, чисто, так сказать, населения. То есть, кто лепил горшки, тот здесь и жил. Лепили русские руки. А как объясняют это? А никак. Это просто, так сказать, та информация, которую никто не отрицает, но не особенно ее популяризируют. Зато все знают, что это одно из древнелатышских государственных образований кокносы, да, все это знают, понимаете? Вот. Все знают. А вообще известно, что в Риге было русское подворье в Средние века, и улица Алдору была русская улица. Это никто не отрицает, но об этом особенно никто не афиширует. Никто об этом сегодня не вспоминает лишний раз. Вот вы говорили, много сейчас рассказывали о том, как ловите коллег на неточностях, или когда вот историк уходит в литературу, вас ловят, вам пишут? Ну, конечно. Какой последний раз был, когда, так сказать, ну что ж такое, Игорь? Нет, вы знаете, ловлю себя прежде всего я сам, да, то есть я, так сказать, знаете, как человек, который обшибся, а так оглянулся по сторонам, никто не видел, да, слава богу. Да, да. Нет, у меня в ранних, особенно книгах, повторяю, были серьезные недочеты, поэтому я немножко даже стесняюсь своих первых книг. Во-первых, я был слишком доверчив, я верил людям на слово, джентльменам положено верить на слово. Тут мне поперло, помните, это знаменитый анекдот, да. Так вот, я очень был доверчив, я очень верил коллегам. Лишь сейчас, вот спустя годы, я, так сказать, уже стал на редкость такой язвительный и очень специфичный субъект. Ну, часто бывает просто опечатка, то есть цифру. Ну, заведомо, ну, очевидно, что там 13 век, я пишу, так сказать, там 19, да. Ну, это, ну, просто техническая оплошность, вот. Как правило, таких серьезных ошибок меня, тьфу-тьфу, пока никто не ловил. Я себя ловлю, но я об этом стараюсь никому не говорить. Вопрос от слушателя приходит. Насколько сложно вам с позиции историка наблюдать за событиями в мире? Не проводятся ли параллели, потому что мы понимаем, что история повторяется, да, и это как вот художник или режиссер, знаете, смотрит на фильм не с точки зрения зрителя, а с точки зрения профессии. Как у вас профдеформация? Чудесные вопросы, вообще вопросами прекрасными давно я так не баловался. Дело в том, что действительно для меня очень сложно. Вот я вечером, так сказать, сдуру полистал новости в ленте, да, мне потом, так сказать, сон весь перебил. И вам Грозный снится всю ночь? Нет, ну Грозный-то ладно, понимаете, но просто, как сказать, события современного. Откровенные люди, дилетанты берутся судить об истории, не делают ни выводов, не делают никаких, так сказать, далеко идущих моментов. Причем, знаете, люди часто видят соринку в чужом глазу, но бревна в своем – это классический вариант. То есть, все сыпят фактами, которые позорят тебя, ну или, там, так сказать, историю какой-то стороны, но старательно не замечают своей. Вот как я с одним польским, нет, литовским историком беседовал, да, говорит, вот там пакт Молотова-Риббентропа, там вот это ужасно, 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 ужасно. А вот, согласно, так сказать, этому пакту, в результате Литва получила Вильнюсский край, так сказать. Ну, это не есть неблагое дело. Мне очень понравилась фраза – это не есть неблагое дело, да. То есть, конечно, пакт – это ужасно, но Вильнюсский край и Вильнюс… Ну, это наша исконная, да. Причем смешно сказать, вот по поводу Вильнюса, там стоит памятник Мицкевичу, замечательный поэт, да, Адам Мицкевич. Вот кто он? Вы знаете? Ну, нет, я знаю, да. Ну, кто он? Скажите, ну. Ну, как, ну, он считается великим польским поэтом. А, польским, да. Так вот, он родился на территории Белоруссии. Там сейчас музей его стоит, на родине. Сам он писал «Родина моя Литва», Мицкевич, да? Вот великий польский поэт. Он такой же польский считается, как его считают своим, так сказать, литовцы и, извините, белорусы, которые сегодня говорят, мы литвины, пололитовцы отняли у нас нашу исконную национальность, и вообще сейчас, оказывается, белорусы у нас тоже балты, понимаете, да? То есть, вообще крутят на ходу. Уже просто я, уже, уже просто теряюсь. Вот сейчас, например, стало очень неприлично быть славянином, да? Сейчас все у нас арийцы, все у нас благородны. Быть славянином нехорошо. Те же болгары, они теперь протоболгары. Они теперь, так сказать, арийский народ, пришедший из степей, так сказать, при Черноморье, да? Славяне – это нехорошо. Я думаю, как поляки выкрутятся? Вот как? Вот отрицать славянство поляков крайне сложно. Слушайте, нашли повод, нашли возможность. Каким? А я вот беседовал с польскими патриотами. Оказывается, славяне в Польше – это только мужики, крестьяне, быдло, да? А шляхта – это потомки сарматов, это тоже арийцы. Вы понимаете? Вот разговоры об этом, ну, это, причем история, она… И каждый пан происходит, конечно, из-за шляхты. И, конечно, это шляхты, это арийский народ и прочее, прочее. Понимаете, смешно. Раньше историки, они как бы набирали фактов и делали исторические выводы. Сегодня у нас идет обратный процесс. Сегодня у нас набирают выводы, а потом под эти выводы подбирают факты. Вот отличается история современная, да? То есть, никому не интересует сам, так сказать, справедливость. Главное, чтобы факты были подобраны грамотно и хорошо, в нужном русле. То есть, таких фальсификаций, как сейчас, в советское время, ей-богу, не было. На такой позитивной ноте мы должны заканчивать наш эфир. К сожалению, вопросов очень много. Мы надеемся, Игорь увидит еще у нас в гостях. Приходите. К сожалению, мы не смогли принять уже в последние минут 10 звонки. И приходите на лекции, которые проводит Игорь Гусь в Полярисе. Читайте книги «История риги и окрестностей», «История риги в вопросах и ответах». Наверняка другие, которые вы тоже найдете. Да, сейчас новая книга в работе. Такая книга, что прямо аж самому не терпится скорее выпустить. Вот, придется нам потом про нее рассказывать, когда она выйдет. Оставайтесь с нами. Наш эфир заканчивается. А эфир продолжается. Ну, хорошо.